Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, я хочу поблагодарить оргкомитет за возможность выступить на данной конференции с докладом. Я представляю Санкт-Петербургский государственный университет, научный парк. И на данном слайде я бы хотела немного рассказать о научном парке и о его взаимодействии с библиотеками, музеями и работе с историко-культурным наследием нашей страны. Естественно, в приоритете это Санкт-Петербург. На данный момент научный парк Санкт-Петербургского государственного университета насчитывает 26 ресурсных центров. Туда входят различные лаборатории. То есть это парк сотрудников, которые имеют степени. То есть это и физики, и химики, и биологи, которые работают на современном оборудовании. И у нас есть методы, которые позволяют исследовать историко-культурное наследие, памятники историко-культурного наследия, преимущественно в лабораториях. Соответственно, на данный момент научный парк ведет широкую работу с организациями Санкт-Петербурга. Мы работаем и с музеями, мы работаем с историческими объектами, мы работаем со скульптурой, мы работаем с лазерной очисткой как археологических предметов, так и современных металлических бронзовых скульптур. Это очень широкий спектр. Но в данном докладе сегодня я бы хотела остановиться на одном объекте, который мы исследуем в нашем ресурсном центре. Это ресурсный центр оптические и лазерные методы исследования вещества. Мы работаем совместно с библиотекой Академии наук, с Карагодиной Марией Владимировной. И мы ведем работу по изучению памятника, который является французским легендарием XIII века. Почему был выбран этот памятник, чем он интересен, я бы хотела рассказать, потому что история выходит за рамки обычных рукописей, которые хранятся в библиотеках. Это очень известная история. Я прошу прощения заранее у тех, кому я буду рассказывать известные вещи. Но в нашей среде, в естественно научной среде, я физик, я кандидат физико-математических наук, для нас это интересно и как бытование памятника, так и его жизнь сейчас. Соответственно, легендарий – это памятник, который был утрачен в начале 20-х годов прошлого века в связи с ненадлежащим хранением. Дело в том, что рукопись была закрыта в сейфе, подверглась воздействию воды, каким-то образом она была намочена. И дальше, после того, как сейф открыли и увидели, что весь блок рукописи склеился, пошла желатинизация, то памятник решили высушить. И в момент сушки произошло, естественно, сцементирование памятника, все страницы склеены были, и памятник был признан утраченным. В середине прошлого века лаборатория консервации и реставрации документов архива Академии наук решила, что необходимо провести гигантские реставрационные работы для того, чтобы расклеить страницы, отделить их, и таким образом спасти этот бесценный памятник, который невероятно красивый, с великолепными миниатюрами. И страницы были расшиты, огромный комплекс реставрационных работ проведен, и после этого очень долгое время листы хранились под прессом. В начале 2000-х годов, в районе 2005-го года, памятник был передан Библиотеке Академии наук, и в тот же момент была сделана также выходящая за рамки реставрационная работа. Все листы были инкапсулированы в отдельные конверты. То есть есть специальный материал реставрационный, он называется Мелинекс, и на данный момент, по сей день, то есть уже на протяжении 15 лет, легендарий находится в инкапсулированном состоянии, его, естественно, не сшивают, и сейчас ведется мониторинг состояния и изучение данной рукописи современными методами. Сложность работы с этим памятником и интерес работы с этим памятником для нас в том, что, во-первых, естественно, он находится в Библиотеке Академии наук, в хранилище, и выносить его оттуда нельзя. Потому что остальные ресурсные центры научного парка, они, естественно, работают с образцами, которые им предоставляют и привозят в лабораторию. Археологические это раскопки, либо это патина с памятников, со всего этого можно отобрать образцы. Здесь была интересная задача тем, что страницы нельзя вытаскивать из конвертов инкапсуляционных, это запрещено реставраторами категорически. Реставраторы считают, что на данный момент это единственный способ, возможный для хранения данного памятника, хотя в мировой общественности, реставрационной общественности пергамент не хранится в инкапсуляции. То есть в этом состоит прецедент. И изучение данного памятника для нас было интересно как раз таки тем, что необходима оцифровка этих страниц. И оцифровка нужна ровно так же через инкапсуляционные конверты. Необходимо изучение миниатюр, потому что миниатюры, естественно, имеют какой-то предварительный рисунок. И было бы интересно посмотреть, что это. То есть нужны методы современной фотографии, нужны методы исследования пигментов и методы исследования состояния пергамена. Ну вот пример одной из фотографий, одного из листов. Вы можете видеть, в каком они находятся сейчас состоянии. То есть текст размыт, страницы побуревшие, пожелтевшие, позеленевшие. Огромное количество различных дефектов имеется. То есть каждая страница фактически это уникальный объект для изучения. Для нас интерес представляет то, что в данный момент реставраторы библиотеки Академии наук занимаются мониторингом состояния легендария. Что они делают? Они инкапсуляционные конверты зашиты с трех сторон. То есть понятно, что у вас есть доступ к ККК к файлу, которые мы используем для документов. Реставраторы, приподнимая верхнюю поверхность инкапсуляционного конверта при помощи специальных дисков либо безворсовых салфеток, то есть это зависит от эксперимента, они собирают с поверхности инкапсуляционного конверта остатки. То есть они пытаются посмотреть, насколько разрушающим является хранение в инкапсуляции для такого типа объекта и насколько большое количество осыпаний происходит. Это было интересно для нас, потому что так как мы оптические лазерные методы исследования счетва, естественно микроскопы это наше все, оптические микроскопы и сканирующие электронные микроскопы также имеются. И поэтому сбор вот этих вот осыпаний стал для нас также очень интересен. Изучение этих осыпаний, какую информацию мы можем взять с них, что мы можем посмотреть, что мы можем сказать реставраторам о состоянии, что мы можем сказать о бытовании этого документа до начала 20-х годов, потому что никакой истории практически не сохранилось именно о реставрационных вмешательствах в документ. Здесь представлен план исследования. Я расскажу в двух словах. Мы проводим, как я уже сказала, исследования фотографическими методами. То есть это люминесценция под ультрафиолетовым светом, это инфракрасная съемка и это съемка в видимом диапазоне, как оцифровка документа. Ну собственно это мы уже частично провели. И дальше это исследование наночастиц, которые мы забираем к себе в лабораторию, уже смотрим под микроскопами, смотрим при помощи методов колебательной спектроскопии, это РАМАН и ИК для изучения состава, потому что осыпания, естественно, являются очень многокомпонентными. Здесь представлен спектр, который говорит о прозрачности этих инкапсуляционных конвертов. Как раз-таки стоял вопрос, можем ли мы проводить съемку через конверты. Для этого мы брали специально конверты реставраторов, изучали у себя, пытались понять, какое окно прозрачности. И оказалось, что все не так и плохо. Мы можем проводить съемку и в ультрафиолете, и в видимом диапазоне, и в ИК. Да, в ультрафиолете есть обрезка в жесткий ультрафиолет, но нам это не настолько сильно надо. Для поднятия текста хватает окна прозрачности, мы можем с этим работать. И вот на правой картинке здесь мы пытаемся поднять текст при помощи люминесценции. То есть пергамент светится под воздействием ультрафиолета, это известный факт. И дальше мы смотрим, как проявляется текст, угасшие железогаловые чернила. Проблема легендария в том, что текст наложен. Там, как правило, каждая страница — это четыре слоя текста. Потому что листы очень тонкие, они прозрачные. И плюс листы были склеены, поэтому все, что было на соседней странице, отпечаталось на предыдущую. Соответственно, с каждой стороны легендария вы имеете два текста, свой родной и отпечатанный. И, естественно, из-за того, что он прозрачный, вы видите все четыре текста. Поэтому сейчас мы работаем над обработкой компьютерной для того, чтобы пытаться разделить этот текст. Дальше работа с миниатюрами, естественно, в инфракрасном диапазоне ведется. Потому что мы бы хотели посмотреть предварительный рисунок. Были ли использованы железогаловые чернила для корректировки этих миниатюр. Часть листов, так как это была очень серьезная реставрация, и на тот момент пергамент в лаборатории консервации и реставрации документов надставляли бумагой. То есть есть часть миниатюр, которая закрыта волокнами целлюлозы, и через которую хотелось бы посмотреть на оригинальную миниатюру, как она выглядела, и посмотреть, что с ней происходит. То есть часть из них просто не видна глазом из-за того, что они закрыты целлюлозой. Здесь мы изучаем пигменты. Соответственно, для нас пигменты мы разделили по цветам. То есть это есть, естественно, черные, это железогаловые чернила, есть синие, есть красные. И мы проводим исследования и смотрим, какое количество в осыпаниях натуральных пигментов, которые можно отнести к времени создания пергамена, и какое количество реставрационных вмешательств. Иногда мы находим очень интересные пигменты, явно современные. То есть вот здесь на слайде третий розовый пигмент, он действительно розовый. То есть это современный синтетический пигмент, который явно был привнесен во времена реставрации, но документов нет по поводу того, как это было использовано. Сейчас это ценная информация для реставраторов. Синие пигменты ровно так же. То есть вот сейчас на нижней картинке вы можете видеть, что это осыпание, которое мы собрали. То есть оно крошечное, порядка 100 микрон, но при этом это четко синий цвет. Естественно, современные методы колебательной спектроскопии позволяют нам определить, что это за пигмент, что это за состав. И уже говорить с реставраторами о том, что в данной миниатюре, например, присутствуют более современные пигменты. Весь легендарий иллюминирован. То есть прекрасные миниатюры с золотым оформлением. Заглавные буквы также имеют оформление золотом. И один из вопросов реставраторов был, насколько сыпется золото. И посмотрите, что за состав. Потому что, естественно, там, где это исходник, где это натуральное золото, где это настоящие участки пергамена, конечно, там просто золото и кальций, который являлся подложкой. Есть смесь, которая уже более современная. И сейчас мы пытаемся определить участки, на которых были произведены реставрационные вмешательства, в том числе и в позолото. Это список веществ, с которыми мы сейчас работаем, которые мы вытаскиваем из осыпаний. Потому что, я повторюсь, осыпания очень многокомпонентны. Поэтому различные методы могут дать различную информацию. Например, та же Рамановская спектроскопия. Если мы говорим о пергамене, то в чем интерес? В том, что когда вы снимаете ИК, это довольно большая область. Вы снимаете сразу со всего осыпания. Невозможно сфокусироваться на 20 микрон влево и 20 микрон вправо. К сожалению, есть пределы для этих методов. И здесь мы можем раскладывать, мы можем разделять, где есть железогаловый чернила. Но они, например, сейчас выцвели. Но текст же остался. Соответственно, в осыпании идет как пергамент, так и железогаловый чернила на нем, даже если они не черного цвета. Так и кальций, который, естественно, использовался как при обработке пергамена, так и как подложка для золота. То есть это все мы пытаемся разделить. Мы пытаемся посмотреть. Кроме того, мы пытаемся посмотреть степень желатинизации пергамена. Потому что он законсервирован. Он находится сейчас в стабильном состоянии, как считают реставраторы. Но насколько это правда, сказать сложно. Но это большие исследования по сбору данных. Потому что, естественно, осыпаний недостаточно. Надо исследовать образцы пергамена, листы. Кроме того, мы смотрим реставрационные вмешательства при помощи ИК-спектроскопии. Мы пытаемся сопоставить те реставрационные данные, которые есть, с теми данными, которые мы получаем. То есть, естественно, есть статьи и записи середины прошлого века о том, как проводилась реставрация легендаря, какие вещества были использованы. И сейчас, находя в осыпаниях, не знаю, тот же самый ланолин, мы сверяем это с реставрацией. Можем четко говорить, что это следы реставрации 70-х годов 20-го века. Однако происходит какое-то движение. Работа в данный момент ведется. Мы считаем, что мы имеем большое количество результатов. Но я не думаю, что работа будет остановлена ни в ближайший год, ни в ближайшие два. Потому что это 214 листов, расшитых с двух сторон, чтобы вы понимали, какой это объем работы. Это очень красивая рукопись, с которой интересно работать. Спасибо вам за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова